Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня будем говорить о человеческом сознании. Ну а разобраться с ним нам поможет наш гость Сергей Мац. Сергей, здравствуйте! И первый вопрос. Что такое сознание и зачем оно вообще нам нужно? Совершенно очевидно, что что-нибудь объяснить про сознание, именную философию, не получится никак. Ну вот, то есть совсем. Кроме того, надо понимать, что вопрос сознания — это вопрос не философии и не психологии. Это вопрос социальный, общекультурный, крайне значимый. И решение вопроса о сознании в том или ином виде, оно вообще определяет некий формат психологии как науки, потому что это центральная категория, относительно которой зиждется такой интерес к психологии. Ну, по большому счёту, вся современная наука с философской точки зрения стала так или иначе, возможно, именно так, благодаря тому, что Декарт в своё время придумал совершенно гениальное решение этой проблемы, и которая позволит развиваться науке. Он придумал решение, которое заключается в том, что есть дух, который так или иначе общается с Богом, душа, вот она где-то отдельно, а есть механистичное тело, это шестерёнки, винтики, механизм. И они как-то между собой соприкасаются, а как, это совершенно непонятно. То есть человек такой дуальный, в нём нету какого-то единства. И в этом плане мы оказывались в очень странной ситуации, потому что получается, что абсолютно всё живое, животные, растения, они как-то снизу вверх растут, и только человек сверху вниз. То есть получается, что мы выпадаем из ряда всего живого, который нас окружает. И решение этой проблемы можно сколько угодно рассуждать о Дарвине, это было 150 лет назад и так далее. Но сама по себе идея эволюции, она решила эту проблему. Она впервые обозначила для нас, что человек каким-то образом, это единственная схема, так или иначе, разнообразная. То есть, повторюсь, к Дарвину может быть много вопросов, но это было давно. Если мы исключаем теорию эволюции, то мы, к сожалению, исключаем не только биологию, но и психологию, и социологию, и все общественные науки, мы всё это исключаем. Вот этот дуализм нам нужно как-то преодолеть, в противном случае мы о нашем предмете разговаривать не сможем. Мы преодолевали его мучительно сложно. Там была немецкая классическая философия с Кантом, который предложил фактически идеальное сознание в формате вещей в себе, которые мы сами в себе изучаем, прям идеал. Было много чего ещё. И в конце концов, чтобы не ходить туда больше совсем, мы пришли к современной философии, лидером философии сознания, насколько я это понимаю, является человек, которого зовут Дэвид Чел. Холмерс, он работает в университете штата Индиана, в Соединённых Штатах Америки, и то открытие, которое он привнёс в философию, не в психологию, в философию сознания, которое на сегодняшний день есть, это разделение, опять-таки дуализм. Это снова привет Декарт, но просто на современном этапе. Он разделил проблему сознания на easy problem и hard problem. То есть есть лёгкая проблема сознания, и есть сложная проблема сознания. Лёгкая проблема сознания – это проблема, которую так или иначе решают, я уверен, что они, я уже, кажется, это смотрел, были у вас в студии, решают нейрофизиологи, решают биологи, они пытаются понять, как работают нервные процессы, собственно, как сознание реализуется путём, вы задали вопрос, мозг или нет. Вот это easy problem, она лёгкая проблема, но есть hard problem, есть сложная проблема сознания, решить которую так просто не получится. И она упирается в такую категорию, в такое слово, которое называется квалия. Я сейчас попробую объяснить, что это такое, на отечественном примере, потому что, мне кажется, в сто раз лучше, чем американские, у нас, к сожалению, её уже нет, была академик Бехтерева, директор Института Моза в Санкт-Петербурге, совершенно потрясающе, которая, она не рассказывала при этом про квалию, но на самом деле она объяснила это так. Она в духе, ну, такого своего советского воспитания попыталась объяснить, как материальные происходят в идеальные. Вот смотрите, есть воздух, он материальный, есть его колебания, они материальные. Вы слышите сейчас мой голос, это колебания воздуха, они воздействуют на вашу барабанную перепонку, дальше там три косточки, дальше нервные стволы, дальше по слуховому нерву прошёл сигнал. Это всё абсолютно материально. То есть это easy problem. А дальше в какой-то момент, ну, если это, предположим, не я, а консерватория, говорит Наталья Петровна Бехтерева, то в какой-то момент это материальное превращается для вас в музыку Моцарта, которая заставляет вас смеяться и плакать. Вот это квалия. То есть в какой-то момент для вас это реальное колебание материальное переходит в что-то абсолютно идеальное, в вашу психическую реальность, она совершенно другая. И вот этот разрыв нам с вами за время нашего разговора придётся как-то преодолеть. Теперь про психологию. Значит, психология началась с сознания. Значит, если мы с вами спросим людей на улицах, кто самый великий психолог в истории? Большинство из них ответит. Фрейд, конечно, скажет. Однозначно. Большинство скажет Фрейд. При этом с Фрейдом проблема. Ничего из того, что мы могли бы теперь назвать наукой, то есть каких-то исследований, Фрейд, в общем, не проводил. Во-первых, психология – это в значительной степени начинается всё-таки что-то не с Фрейда. Хотя, вне сомнения, Фрейд – величайший психолог, и он, вне сомнения, совершил научную революцию, не хочу в это сейчас углубляться, который позволил развиться психологии в том виде, в котором мы её имеем сегодня. Но первой мирового масштаба психологической теории, о которой вы знаете, была теория, не связанная с Фрейдом, и она была до того. Её предложил Джеймс, Улим Джеймс. Это было до Фрейда почти за 20 лет, и она называлась «Психология сознания». И про то, что такое поток сознания, предложенный Джеймсом, вы, конечно же, знаете, потому что из этого произошла литература, кино, искусство и много чего другого. И если психология большая, мировая, с чего-то началась, то она началась с поток сознания. Вунд основал первую лабораторию в Лейпциге, и он пытался измерить объём сознания. Мы к этому ещё вернёмся. Он это делал при помощи метронома. Он пытался измерить, сколько ударов метронома вы можете запомнить. Произвольно. Вот этот вот тик-так, как вы можете менять этот ритм, как вы можете произвольно манипулировать вот этим звуком. Он так в тот момент не знал, что он измеряет объём кратковременной памяти. Ему казалось, что он измеряет сознание. Он предложил модель того, что сознание представляет собой некий поток, в котором есть какие-то обломки, вот они плавают, обломки каких-то наших ощущений, восприятий, мыслей. И в движении в этом потоке они собираются в целостные образы, которые, собственно, представляют собой содержание нашего сознания. Значит, что такое сознание? Что мы понимаем, когда мы произносим это слово? Немного тяжело понять, возможно, потому что для меня сознание – это как ветер. Сейчас я объясню. То есть я его чувствую, я понимаю, что он есть, но я его не вижу. Смотрите, на самом деле вы его видите, вы просто не с той стороны заглядываете, ну, говоря кинематографическим языком, не в том ракурсе на это смотрите. Вообще, в целом, совет, когда вы что-то чувствуете, как ветер, и не видите, есть простой путь – этимология. Вы же посмотрите, почему культура это так назвала, и в момент обсуждения, откуда, собственно, взялась дефиниция, откуда взялось слово, наименование, не дефиниция, дефиниция – это определение, наименование – вам, скорее всего, будет дана подсказка, что люди до вас думали о его содержании. И в русском языке слово сознание, на самом деле, невероятно удачное, потому что оно раскрывает, ну, как бы, эту дефиницию крайне удачно. В английском языке сознание называется consciousness. Слово consciousness происходит от латинского корня con, ну, то есть, вместе, это предлог. И сцио отсюда, сциентизм, вообще сайенс и наука тоже от этого. То есть, речь идёт о том, что это нечто, что происходит при каком-то знании, рядом с каким-то знанием. В русском языке это тоже совершенно великолепная дефиниция, это тоже калька с того же латинского корня, которая обозначает со-знанием. Как вам представляется, как можно расшифровать этимологию слова сознания? Это отношение к миру сознанием, то есть, при наличии некоторого знания. Я пытаюсь вам это объяснить. Смотрите. Вот вы в какой-то момент родились, говорим мы. Это некоторая иллюзия, потому что на самом деле всё самое возможно, интересное, но, по крайней мере, крайне значимое в вашем развитии произошло ещё до того, как произошёл момент рождения, и некоторые культуры, например, корейская, отсчитывают дату вашего рождения от момента зачатия. Они недавно меняли эту датировку, у них с этим есть проблемы социальные, но, несмотря на это, многие культуры считают, что рождение – это момент не момент первого вздоха, а момент зачатия. Важный момент. Вот. Но в любом случае, потому что был длинный период вашего внутриутробного развития, когда вы развивались, начиная с какого-то периода, и у вас был неограниченный источник энергии, и ребёнок, по сути, паразитирует на организме матери какое-то время, за счёт этого невероятно интенсивно развивается. В какой момент у него начинают появляться психические диспозиции, вопрос вопросов, мы про это просто ничего не знаем, ну, потому что любое вмешательство в этот процесс, к сожалению, приводит, увы, к трагическим последствиям, но это не значит, что этого нет. Если мы что-то не знаем, это не значит, что не существует. Но в любом случае, был момент рождения, и начиная с момента даже рождения, и вот по ваш сегодняшний день, вы постоянно получали какие-то опыты. Вы всё время что-то чувствовали, знали, запоминали. И теперь сегодня вы всё, что вы сделаете сейчас и в будущем, будете пропускать через призму этого имеющегося у вас опыта. Вы не сделаете, скорее всего, ничего, что всерьёз противоречит тому, что с вами уже бывало. Но мы все разные, опыт у нас разный. Таким образом, вы относитесь к миру со знанием, то есть при наличии некоторого знания. Вы не можете этот опыт выключить и сделать вид, что этого знания у вас нет. Оно у вас есть. И абсолютно всё, что вы воспринимаете вокруг себя, всё это на самом деле следствие этого знания. С некоторой степенью допущения можно сказать, что вам только кажется, что напротив вас сижу я, что ваши руки лежат на этом столе, а вокруг нас эта студия, потому что на самом деле это не совсем оно, то есть оно есть где-то. Но у вас есть образ всего этого, и вполне вероятно, что я это представляю чуточку иначе, чем вы. И вы в жизни неоднократно с этим сталкивались, когда кому-нибудь, ну, например, кому-нибудь из важных для вас эмоциональных людей, вы пытались что-то доказать и говорили, смотри, ну вот же, просто, первое, второе, третье, я тебе объясняю, что происходит. А он говорил, нет, это не так, происходит другое. Потому что его знания подсказывают сознание, подсказывают другое. Да, да, если вы поговорите с кем-нибудь, пока у них там конфетно-букетный период, а потом после того, как они расстались, они одни и те же события будут оценивать радикально по-разному, хотя события и те же самые. Потому что у них картина того, что происходит. То есть они содержание этих событий по-разному будут оценивать. Вот в чем дело. То есть у них картина всего этого поменялась, у них некое знание накопилось, и через призму этого знания они будут оценивать то, что с ними происходило. Смотрите, что мы получили в результате. Мы в результате получили совершенно потрясающее, абсолютно невероятное эволюционное достижение, которое заключается в том, что большинство, наверное, все известные нам животные, про это есть много интересных работ про высших обезьян, они продолжаются сейчас, но в общем, с некоторой степенью упрощения можно сказать, что высшие животные, они адаптируются, в конце концов, человек – это машина адаптации, как и все живое, в той ситуации, в которой они находятся здесь теперь, вот сейчас. Они с большим трудом, ну, повторюсь, я сильно упрощаю ситуацию, это схема, но просто, чтобы объяснить. Они с большим трудом могут использовать информацию, полученную ранее, для того, чтобы это делается сейчас. И это, конечно, снижает степень адаптации. Мы с вами устроились совершенно по-другому. Это отдельный увлекательный разговор про эволюцию, но, несмотря на это, мы с вами живем в картине мира, и для того, чтобы представить себе, что нам делать сейчас, какое решение принимать, нам совершенно не обязательно оценивать плюс-минус бесконечное количество переменных, которые нас окружают. у нас есть эта самая картина, и мы адаптируемся в ней. Когда вас приглашают на свидание, вы не обязательно должны туда сходить, чтобы что-то понять. Вы должны себе представить так, возраст, так, пол, вот, ну, как бы, какие-то слова, которые пишут, вы складываете себе образ, пристраиваете этот образ к себе, и заранее можете попытаться предсказать результат того, стоит вообще туда идти, или нет. Это колоссальная экономия ресурса, огромная, так во всех ситуациях. Зависит только от одного обстоятельства, от адекватности этой вашей картины мира, тому реальному миру, который есть. Тут существует механизм, он к сознанию не имеет отношение к когнитивной диссонанса. Однажды вы накапливаете информацию, что ваша картина мира, она как-то прямо вот и тут не соответствует, и там, и что-то вы адаптируетесь, а не черта. И тогда нарушится, происходит когнитивный диссонанс, и вы устраиваете новую, начинаете адаптироваться в ней. Вы всему в какой-то момент научились. Вопрос, в какой момент, насколько быстро и сколько переменных в этом уравнении можно ли его решить, чтобы точно указать эти моменты. С уверенностью можно сказать, что у детей, например, у маленьких с сознанием проблемы. Маленький ребенок очень часто воспринимает себя так, как воспринимает окружающий. Он не говорит я, он говорит Сережа, ну вот я Сережа, сделал то-то. Ну, то есть, он воспринимает себя чем-то не вполне интегрированным, а в общем отдельным. Он себя воспринимает как внешнего агента. В какие-то моменты. Точно указать момент, когда это происходит, нельзя, но как минимум потому, что это ключевой тезис, который мне бы хотелось, чтобы вы, я, все наши зрители, слушатели и вообще человеческую культуру наконец усвоили, потому что это та научная революция, которой нам вот так вот не хватает. Дорогие друзья, прошу вас, пожалуйста, все люди разные. Еще раз, все люди разные. Нету никаких общих законов, которые описывают человека вообще. в любом случае, когда вам дают некий универсальный совет, который якобы годится для всех людей сразу, этот совет негодный. Так быть не может. Потому что все люди очень разные. Нужно сначала разобраться, кому и зачем мы даем советы, и только после этого и давать. Универсальных советов допустить нельзя. Это невозможно. В принципе. Это наша эволюционная фишка. Продолжи. Наболела. Да, это прям больное место. Этот механизм называется интериоризация. То есть перемещение какого-то внешних обстоятельств. В отношении Выгодского ученики назвали это культурно-историческая теория. То есть некая культура, культурные моменты перемещаются внутрь вас, и таким образом формируют ваше представление о мире, не только сознание, все ваши психические диспозиции, и сознание в этом плане тоже. В этом смысле, когда нам кажется, что нас воспитывают родители, это не совсем так. Есть колоссальное количество примеров, когда родители, условно говоря, про одно, а дети, условно говоря, совершенно про другое. Родители – это проводники культуры. А что вы из нее возьмете – это вопрос вашего индивидуального психического трека, и взять из него вы можете совершенно разные вещи. Таким образом, наше сознание формируется в первую очередь, сейчас мы к этому вернемся, благодаря тому, что у нас есть определенный доступ к культуре. Мы из нее, из собственного опыта постоянно что-то интериализируем, запоминаем, складываем и заполняем вот эту матрицу опыта. Сейчас самое важное про сознание. Если на этом месте остановиться, вот на котором мы сейчас с вами находимся, то тогда получится глупая история, потому что очень трудно будет отличить сознание от психики вообще. Все, что я до этого сказал, так или иначе можно прикрутить в целом к психике, а не только к процессу сознания. Потому что сознание – это один из психических процессов, и наука, общая психология знает другие процессы, ощущения, восприятие, мышление, память. Ну, в общем, много разных окончательного договоренности, сколько их на сегодняшний день нет, кроме того, есть внесознательные процессы, и кроме того, с сознанием тоже все чуточку сложнее, что я скажу в финале. Поэтому сознание имеет какой-то ограниченный ресурс. Чем ограничен ресурс сознания в первую очередь? Все ограничивается, это очень сложная модель, там сложнейшая химическая фабрика по привлечению, она очень, то есть мы про это довольно много знаем, всякого разного интересного, очень сложно привлечь энергию из окружающей среды. Это очень сложный механизм. И ограничитель заключается в том, сколько, собственно, энергии мы можем привлечь. Поэтому матрица, которую мы заполняем опытом, и самая главная наша возможность по ней постоянно искать и сверять новые события с теми, которые с нами уже были, она здорово ограничена вот этим самым энергетическими нашими возможностями, и только ими в первую очередь. И мы с этим ограничением будем все время сталкиваться. Теперь возникает один очень важный вопрос. Мы ведь не знаем, в какой момент этот ограничитель сработает. То есть невозможно предсказать, в какой момент энергия кончается. И возникает ключевой момент, который создает проблему сознанию. Психологическую, не философскую, а психологическую. Доверие. До какой степени своему сознанию можно доверять? Предположим, в вас появляется ресурс усомниться в том опыте, которым делится с вами ваше сознание по заимствованию с культурой из вашего личного опыта. Но тогда, если у вас эта возможность появляется, то тогда вы будете сомневаться во всем. Вы же не можете сказать, вот здесь можно сомневаться, а тут вот наверняка. Так же не получится. Поэтому для того, чтобы осуществлять ту работу, которую сознание для нас осуществляет, а именно адаптацию условно в мат-модели, а не в реальной среде, мы должны получить иллюзию тотального доверия этой информации. То есть сознание – это очки, которые нельзя снять. Они гвоздями прибиты, они приклеены, и мы на всё через них смотрим. У нас тотальное доверие сознанию, хотя на самом деле оно такого доверия безусловно не заслуживает. Но по-другому оно не сможет работать. Нам для того, чтобы этот адаптационный механизм работал, необходима иллюзия того, что сознание справляется всегда. Нам кажется, что мы всегда всё контролируем. Но вы не заметили, как вы вот так сложили руки, вы видите их уже сложными. Вы не заметили, как вы наклонили голову немного влево. Вы уже заметили её наклонённой. То есть вы много чего не контролируете. Но вам кажется, что вы контролируете всё. И допустить мысли о том, что ваш контроль парциальный, вы не можете, потому что в этот момент у вас возникнет конфликт с собственным сознанием, вся ваша адаптивная картина рухнет. Это невозможно. Поэтому мы смотрим через сознание на всё. Оно работает сильно, не всегда. Поэтому есть много разных других систем, поддерживающих адаптацию. Но иллюзия сознательного контроля никогда нас не покидает. Иначе сама по себе эта машина рухнет и перестанет работать. Энергия. Что в неё входит? Энергия – это обычная биологическая энергия. Это не еда. Что это? Нет, нет, нет. Это, конечно, так или иначе еда. Это там дальше АТФ. Просто не хочется погружаться. Цикл Крепса. Бескислородный цикл. Кислородный, про который мы знаем не всё. И каждый год эта схема обновляется. Я иногда показываю студентам, она реально вот такая эта схема, и она всё время обновляется. То есть это ужасно сложная биохимия. И в этом месте нельзя не сказать, что это один из важнейших аргументов за эволюцию, с которым невозможно поспорить. У нас и у любой самой примитивной бактерии эти системы работают примерно одинаково. Значит ли это, что у инфузории туфельки тоже есть сознание? Нет. Это не значит, что у инфузории туфельки есть сознание. Это хороший вопрос. Спасибо, что напомнили, я его пропустил. Есть ли сознание только у нас, или оно есть ещё у кого-то? Это очень хороший вопрос. А ответ на него есть простой и сложный. Простой такой. Такое, как у нас, только у нас. Это связано с тем, что мы всех наших эволюционных соседей, есть несколько коллег, которые нас называют эволюционными сиротами, мы всех наших эволюционных соседей выпилили. Их нет. Расстояние от нас до нашего ближайшего родственника, с которым у нас 98% общего генома, шимпанзе и бонобо, очень большое. Невероятно большое. Это ответ на вопрос, чего обезьяны в зоопарках, дети любят спрашивать, не становятся людьми. Это очень большой путь, который они не успевают проектирован, но по этой причине, что жизнь заканчивается чуть ли не раньше. Мы, опять же, мы не единственная ветвь эволюционная, которая... Мы можем эволюцию просто проиграть. Динозавры проиграли, их нет. Они были когда-то, в общем, примерно на той вершине, на которой находимся мы. У них было два мозга, один в голове, другой в заднице. Ну, потому что большим телом невозможно было управлять из одного центра. Оказалось, что координация между ними такая сложная, что это неоптимально, и когда что-то в среде изменилось, мы не знаем, что изменилось. Вот, омлекопитающие тогда были мелкие сусликов, и вот они как бы... Я, понятно, что немножко упрощаю ситуацию, но для того, чтобы было понимание. Вот. Таким образом, разумеется, такого, как у нас, больше ни у кого нет, это совершенно точно, но это не значит, что мы находимся в безвоздушном пространстве. Это тоже один из важных тезисов, который определяет психологию как науку. Если мы его вычеркиваем, то если мы говорим, что есть что-то, что существует только у людей, а больше ни у кого нет, психология закончилась. Но это абсурд, потому что мы вырвали психологию с биологии. Биологи любят говорить тезис, который мне ужасно нравится, они говорят, биология – это история. Так вот, психология – это тоже история. И у любого явления, разумеется, есть история, и поэтому некие процессы, мы с вами начинали этот разговор с этого, конгруентное сознание, то есть напоминающее его, разумеется, есть в той или иной степени у любого живого существа, но за инфузорию не поручусь, надо подумать, но у высших животных точно. Но разрыв между той степенью реализации этого механизма, который есть у нас, и той степени реализации этого механизма, который есть у самых наших ближайших родственников, он колоссальный. Это вот такой эволюционный путь мы прошли, у этого есть большие преимущества эволюционные, мы вне конкуренции. Но есть и большие недостатки. Если что-то с нами случится, то нас просто не будет в эволюционном плане, и все начнется заново, потому что за нами никто не идет. Мы пространство за собой практически уничтожили, выжгли. Ну вот так. Мы настолько хороши на своем пути, что, к сожалению... Но мы не царь эволюции, есть другие живые существа, есть существа практически бессмертные, они живут в океане. Для них это феномен, который мы называем смерть, практически совсем. Если порвать гидру на много кусков, будет много гидр. У них нет этой программы, которую мы называем старение. Есть живые существа, которые очень быстро меняются генетически, для них нет феномена, который мы называем жизнь. Насекомые иногда живут часы. Некоторые очень краткое время, зато они мало боятся изменения среды, например, радиации. Бомба взорвется, мы сдохнем, тараканы останутся. Но потому что они меняются, поколения очень быстрые, они приспособятся другим путем, физиологичным, никак не... У каждого есть какой-то свой путь, он имеет свои преимущества, недостатки. Наш путь очень затратный, поэтому привлекать энергию при помощи нашей системы привлечения, которую мы имеем, очень трудно. Это очень сложный механизм, там очень сложные физико-химические процессы, про которые мы тоже знаем только кое-что. И начали мы это узнавать благодаря Павлову, напоминаю, он в 1908, кажется, или в 1904, в 1904, кажется, получил Нобелевскую премию за физиологию пищеварения. Это первые знания, которые мы про это получили. В общем-то, мы до этого знали об этом чуть меньше, чем ничего. О том, как всё это происходит. Так что вот та вот лампочка, помните, которая потом привела к открытию высшей нервной деятельности собак Павлова, который памятник установлен во дворе Павловского института, сколько их погибло за эти открытия собак. Вопрос-вопросов. Оно сознание меняется вместе с нами? Ну, у ребёнка оно одно, у подростка оно другое. Понимаете, это очень странное утверждение, потому что... Я вам объясню. Вам очень хочется что-то материализовать, а сознание – это процесс. Вот смотрите, перед вами лежит планшет, там внутри него кремний, стекло, но вас интересуют в нём программы. Вы программы из него сотрите к чёртой матери, он для вас чем будет? Просто коробочка. Вот точно так же и мы. Не будем не представлять из себя ничего, если мы сотрём из себя программы. Сознание, говоря дигитальным языком, оно не дигитальное, психика не дигитальная, всё, значит, интереснее и сложнее, но метафорически говоря, это программа, она просто постоянно меняется, и говорить оно меняется вместе с нами, оно не может не меняться, живое не стоит на месте. У вас в вашем планшете, даже когда у него экран погас, идут какие-то процессы постоянно, там какие-то нолики, единички скачут, вот и у вас там они скачут. Это процесс, который идёт постоянно, это процесс. Поэтому говорить о том, меняется ли он, с уверенностью можно сказать одно, но это будет казаться не сознанием, а более глобального процесса, личности, оно не умеет стоять на месте, и поэтому человек, субъект, если не развивается, он деградирует. Но стабилизировать его практически невозможно, я не представляю себе, как это можно представить, но это отдельный разговор. Тогда у меня вопрос о том, как измеряется сознание, потому что мы уже выяснили, что это нематериальное, а наука это всё равно какие-то эмпирические данные, или я ошибаюсь? Вне сомнения. Разумеется, если мы станем утверждать, что что-то невозможно измерить, то никакой науки мы не получим, само собой разумеется. Другой вопрос, сейчас я забыл, кажется, Абрахам Маслович сказал, но кто-то из великих психологов, что психика, не сознание, а психика человека, в отличие от Вселенной, к счастью, не находится на расстоянии миллионов световых лет. И в этом её преимущество. Но с другой стороны, это самое сложное явление во Вселенной, кроме самой Вселенной. Хотя она и рядом с нами. Вот она. Мы пошли эволюционно по пути сложности. Значит, психику, конечно, можно измерять. Напоминаю, Вунд ещё в 1879 году в своей лаборатории пытался измерить объём сознания, мерил на кратковременную память, и по всей вероятности измерять, собственно, объём сознания, наверное, неправильно. И, наверное, мы его померить совсем не сможем. Это интересная история. Я, скорее всего, не успею её рассказать. Она про тёмное и светлое пятно, которое придумал Тичнер очень коротко. Ещё в начале 20 века Эдвард Тичнер придумал историю со светлым и тёмным пятном сознания о том, что у нас есть светлое пятно. Это то, что вы осознаёте сейчас. И тёмное пятно – это то, что вы можете осознать абсолютно в любой момент, но сейчас в вашем сознании это не находится. Это тёмное пятно сознания. Иван Петрович Павлов про это говорил, что сознание – это светлое пятно на фоне основной тёмной коры. Вот он так это выразил. Тичнер вообще был такой человек, пытавшийся превратить психологию, вообще психологию в науку, да. Он хотел создать таблицу Менделеева психологии, дошёл до 3000 элементов, потом, когда он скончался, никто этого уже не продолжал, к сожалению. Вот. Соответственно, объём сознания мы, наверное, измерить не сможем. Это, наверное, не актуально. Зато мы сможем измерить компьютерщикам и музыкантам понятно частоту дискретизации. То есть, с какой частотой происходит обновление информации, как это происходит, ну, плюс-минус, в компьютерных процессорах для сопоставления поступающей, входящей информации этой матрицы. Вот частота дискретизации, скорее всего, может быть разной. Это мы мерить пока не умеем, но я уверен, что научимся, потому что это абсолютно реально. А вот есть вещь, которую мы можем мерить. Она достаточно простая, вы её за собой даже замечали и в себе, измеряли и констатировали. Она называется аспект сознания. Первое – это рефлективная способность. То есть, вы должны уметь иметь готовность к познанию себя и других. Вы должны вот эту информацию, которую я вам сейчас рассказываю, например, вы должны уметь её слышать, понимать, что бы это ни значило, и куда-то укладывать. Ну, филогенетически это восходит к рефлексу инстинкту. Другое – потому что это рефлексия может быть доброкачественная у образованного человека, когда вы пытаетесь понять. И, условно говоря, недоброкачественная, когда это начинает превращаться в теорию заговора, и когда он начинает казаться, что за счёт дедактогении иногда это преподавательское происходит, есть такой дефект преподавательской деятельности. И когда вам кажется, что это никто понять не может, а то, что тут несут все это всё, просто умные придумали, чтобы нам пудрить мозги. Рефлективная способность. То есть сначала вы информацию накапливаете. Но ваш опыт был бы опытом животных в значительной степени, и никакого человеческой природы не получилось, не было бы всё интересно, содержательно и так сложно, если бы это был ваш только личный опыт. Вам нужно научиться этим опытом, то есть содержанием сознания, нужно научиться обмениваться с другими субъектами. Это называется коммуникативная способность. Это ровно то, что я сейчас реализую у этого микрофона. И в этой студии. Я с вами коммуницирую, я коммуницирую с аудиторией, и таким образом с содержанием своего сознания обмениваюсь с другими сознаниями настолько, насколько они способны рефлектировать то, что я говорю, стараясь это делать в том формате, в котором они способны. Это вторая способность. Это здорово расширяет объём вот этой матрицы знаний, благодаря которой можно адаптировать. Значит, мой собственный опыт, опыт других людей. Но опыт других людей, на самом деле, в широком смысле, это не только вот живой человек я, это книги, это кинематограф, это телевидение Москва 24, это в широком смысле культура, которая является носителем той информации, которая позволяет нам адаптироваться. Я всегда в этом месте люблю напоминать про Селлинджера и мальчика, который над пропастью воржи хочет всех ловить. Ну вот, собственно, он хочет их учить адаптироваться. Вот мы накопили этот колоссальный объём информации. Собственный опыт, культурный опыт, опыт других людей. Теперь для того, чтобы позволить, чтобы это способствовало нашей адаптации, нам нужно создать эту картину мира. Вот это название, оно по-разному называется в учебниках. Я использую для этого слово виртуализация. Виртуализирующая способность. То есть, мысленное представление и воображение действительности. На основе той информации, которую уже содержалось в вашем личном опыте, условно, тех потенциальных партнёров, с которыми вы общались, вы можете себе воссоздать картину дальнейшего поведения от сексуального до матримониального любого потенциального партнёра, который пытается к вам сейчас подкатить. Насколько это достоверно, это следующий вопрос. Но сделать вы это точно можете. Вот это ваша виртуализирующая функция. Вы можете создать определённую среду, в которой он будет себя вести каким-то определённым образом, проиграть в эту компьютерную игру и на этом основании создать свою адаптационную модель. Вот это виртуализирующая функция сознания. То есть, вы накопили собственный опыт, ну, за горячее хвататься плохо будет, больше не хватаюсь. Культурный опыт, ну, в книжках там писали романтическое свидание, но в других книжках писали какие-нибудь там все сволочи. Ну, в общем, вот. И всё это вместе вы превратили в картину мира. Здесь возникает одна очень важная проблема. Ресурс, энергия. Её мало, её всё время не хватает. И если бы мы экстенсивно копили, я не очень разбираюсь в этом вопросе, например, как сейчас делает вот ИИ. Да, он пользуется всем интернетом для обучения и копит огромные матрицы информации, на основе которой обучается и дальше даёт какие-то решения. Если бы мы делали так же, то ресурса энергетического нам скорее бы не хватило. Потому что УИ ресурс, ну, там розетка, из которой можно её выдернуть, он энергетический ресурс значительно выше. А наш, он намного скромнее. Тот паразитирует на нашей энергетической системе, а мы вынуждены привлекать энергию, знаете ли, сами. И это отдельная и крайне сложная и не такая простая деятельность. Когда у вас проблем с кишечником, ваша жизнь сильно портится. Соответственно, нам нужен какой-то путь, который позволит нам осуществлять сжатие этой информации и пользоваться ей более компактно. Это четвёртая важная функция сознания, которая называется абстрагирование. На самом деле у вас в голове есть огромное количество интеллектуальных схем, которыми вы пользуетесь, вместо того, то есть вы не вспоминаете каждый раз тех реальных партнёров, которые у вас были. У вас есть некая схема, которая описывает, как люди себя вообще-то ведут. Вот такие или другие в какой-то ситуации. Это интеллектуальная схема. Обычно я объясняю функцию абстрагирования, как работает. Это факультативная функция, она развита не в равной степени, у всех в разной. На примере Антона Павловича Чехова, я вот заканчиваю как раз фильм про то, как Чехов ездил на Сахалин сейчас, и опять в очередной раз гению Антону Павловичу, не устаю удивляться, в точности его формулировок. Ну доктор, он просто вот... Значит, рассказ Ионыч совершенно потрясающий, проходит в курсе средней школы, напоминая сюжет в том, что доктор Старцев, он учится в университете, он врач, он заканчивает университет и из совершенно таких человеческих прекрасных соображений едет в провинцию для того, чтобы помогать, и он видит, какие там все, он называет это, обыватели. А потом, к сожалению, через некоторое время он деградирует и перестает это понимать. Нас интересует тот момент, когда он туда приезжает, и он это видит. И Чехов устами доктора Старцева характеризует вот этих обывателей, то есть на самом деле психически относительно слабых людей, плохо адаптированных, которые из своего вот этого местечка никуда выбраться не могут, потому что у них ресурс низкий. Вот что пишет Чехов, говорит устами доктора Старцева. Он говорит, обыватель, это человек милый и, в общем, даже добрый. До тех пор, пока с ним разговариваешь о чем-нибудь, что можно съесть. Но как только речь заходит о вещах принципиально несъедобных, он начинает разворачивать свою философию до того злобную и глупую, что остается только при на тебя отвернуться. Вот. То есть на самом деле теперь переведем это на язык психологии. Абстрагирование это возможность оперировать нематериальными предметами. Вот обыватель, на языке Чехова, повторюсь, это, конечно, в кавычках, это все-таки литература, а мы занимаемся психологией, у которого сложности с психическими манипуляциями, с абстрактными категориями. Он может оперировать только конкретными категориями, предметными. Он непредметными не может. Ему это сложно, его это начинает злить, потому что он понимает, что у него реальность и скользает. Он начинает злиться, и вот эта вот философия его становится злобной и глупой. То есть человек, у которого есть дефицит абстрактного мышления, это не человек, который не может решать интегралы. Нет. Это человек, который говорит, ну что значит ты меня любишь? Ну в смысле, ну то есть как бы давай раздевайся, или что, женись, замуж, что-то предметное ты будешь делать, денег давай, и тогда, вот, а эти ваши все чувства, я не понимаю, о чём идёт речь, говорит он, и на самом деле потом его мир рушится, потому что оказывается, что всё это и женись, и раздевайся, и всё остальное, на самом деле в это чувство так или иначе упирается, всё дело-то на самом деле в них, и дальше начинается человеческая драма, ну, когнитивный диссонанс, возможно, он этому научится, и так далее, Это касается очень многих разных предметных вещей, субъект, который не умеет оперировать непредметными категориями, то есть не умеет пользоваться этими самыми интеллектуальными схемами, как бы это ни напоминало абстрактную философию, здорово проигрывает в адаптационном смысле Теперь можно прорасширить, значит, напоминаю, ещё раз, напоминаю, что четыре ключевых функции определяет работу сознания Рефлексия, то есть восприятие, коммуникация, то есть принятие информации, полученной другими, чужой опыт, и каждое следующее поколение, ну, вот, бабушки сердятся на молодёжь, а на самом деле молодёжь просто будет жить в другом мире, чем тот, в котором жили бабушки Им нужен другой опыт, и они приходят с этим другим опытом, но этот опыт бабушками накоплен, то есть это вот фундамент, который всё время строится Дальше виртуализация, то есть строение картины мира у этой самой молодёжи, что бесит бабушек, другая картина мира Бабушкам очень обидно, ну, условно говоря, просто бабушки – это важный эволюционный термин и важное эволюционное изменение, эволюция очень много сделала, чего для того, чтобы бабушки появились, а не столько у людей Это передача информации через поколение, не в следующее, а через, это колоссальный шаг Вот, значит, дальше виртуализация, строение картины мира, и дальше факультативная функция абстрагирования, если есть из Чехова, повторюсь, она факультативная То есть, если первые три без них быть человеком нельзя, то без развитого абстрактного мышления быть человеком можно Вопрос о расширении сознания – это ключевой вопрос нашей с вами эволюции Если можно говорить об эволюции человека что-то конкретное, то, наверное, ключевой диспозицией этой самой эволюции являлось и является это самое расширение сознания До, условно говоря, 60-х годов 20-го века мы представляли себе сознание как процесс, один процесс Сейчас мы, благодаря этим многочисленным работам, которые делались у нас в стране, это пул процессов У нас не одно сознание, у нас кабель, в котором много разных элементов, и каждое из них сознание И это для вас объясняет, например, то явление, что в вашей жизни наверняка бывала ситуация, когда вы, ну не знаю, там, хорошо отдохнули с друзьями, а на следующее утро вы не понимали, как вы всё это делали Ну, вы такого не делаете никогда, и вы были же в сознании Ну, вы же в сознании были Ну, это как будто бы другой человек делал Точно так же вы, пока у вас прекрасные романтические отношения, вам всё было хорошо, а теперь, как бы, когда этот человек стал для вас бывшим, вы не понимаете, как вы могли с ним сойтись? Где были ваши глаза? Ну, он же другой, как вы этого всего не увидели? Вам это теперь непонятно Но на самом деле это были вы, вы же были в сознании, а иногда и не один год, а иногда и десятки лет, и только теперь у вас глаза как открылись, и вы это поняли То есть на самом деле это называется изменённое состояние сознания, и мы понимаем, что сознание – это пул процессов, их много, оно не одно И они при некоторых обстоятельствах, мы можем переключаться между этими каналами Вопрос о расширении сознания Сейчас я скажу фразу в кавычках, потому что без кавычек она прозвучит странно Это не вопрос увеличения объёма, вот как увеличение объёма стакана Это вопрос увеличения количества стаканов Это вопрос увеличения количества состояний сознания, которое вы можете себе позволить В психологии это принято, ну, есть разный взгляд на этот вопрос, это довольно, ну, полвека, это немного для науки Мне близок такое, он называется концепция портов Не в смысле штанов, а в смысле вот в море кораблей портов Что наше сознание похоже на капитана дальнего плавания И оно путешествует по какому-то нашему внутреннему вот этому психическому пространству, о котором мы говорим И в каждом порту, куда он приплывает, у него есть женщина, она туда приплывает и там с ней вот живёт Но поскольку порты расположены один далеко от другого, женщина одна, другой ничего не знает Соответственно, у нас есть разные порты И вот это вот вы с друзьями там отдохнули, не понимали, что делали На самом деле это не единственное состояние вашего сознания Их много разных И вы можете в них по-разному бывать Вы выработали в себе довольно большое количество портов Которые позволяют вам легко переходить в эти самые состояния Либо не выработали Чем больше у человека вот этих самых портов То есть форм сознания, в которых присутствует отдельное мышление, память Вы помните разные вещи Вы ощущаете разные вещи У вас разные моральные стандарты У вас разные модели Вы по-разному двигаетесь Тем в большей степени у вас, условно говоря, расширено сознание То есть это не вопрос надувания чего-то по объёму, как шарика Мы не можем себе позволить именно большой вычислительный объём Это ограничивается энергией Это вопрос количества этих вот самых портов, элементов, наборов Которые мы называем сознанием Попахивает каким-то сумасшествием В этом нет никакого сумасшествия Только это не множественная личность Это множественная личность, это другое Это другая история Про неё тоже довольно увлекательно можно рассказать Это не сумасшествие Это, ну, просто вопрос сумасшествия Он тоже не такой простой Довольно увлекательный Потому что для того, чтобы сказать, что есть сумасшествие Надо сначала разобраться, что есть норма А это не такой вопрос, как кажется на первый взгляд То есть получается, что я проживаю какое-то огромное количество опытов Сложных опытов Жизненных в разных ситуациях Но это я же, так? И чем больше у вас этих наборов Я, чем больше Ну, я сейчас метафорически буду, разумеется, говорю Чем больше у вас наборов я, с которым вы согласны Я могу быть такая А в той ситуации я могу быть такая А в этой ситуации я могу быть совершенно другая Тем более широкими сознательными возможностями вы располагаете И чем меньше таких возможностей То есть чем больше вы находитесь в рамках правил Я всегда такой А по-другому себя вести нельзя Ни в каких обстоятельствах Вот всегда одинаковый Тем в меньшей степени вы реализуете тот потенциал Который предоставлен вам психологическим механизмом Который называется сознание Другой вопрос Что вы входите в данном случае В невероятно жесткое противоречие с социумом Который в данном месте осуществляет очень болезненный отбор Потому что с одной стороны социум за то Чтобы вы вели себя биологично Чтобы вы боялись Чтобы вы соблюдали правила Чтобы вы служили Ходили на работу Чтобы вы были просты Замуж, дети Ну, в общем, все как положено Все просто, понятно Ну, в рамках существующей культуры А в какой-то культуре там ни замуж, ни дети Ну, в общем, так, как вам диктует мейнстрим культуры Все эти вот отклонения Несмотря на это С другой стороны, все, что вам кажется интересной культурой И все кино, которое вы любите Все книги, которые вы читаете Они про людей, которые в этот мейнстрим не укладывались И большинство людей Которые создали ту большую культуру Которая вам помогает, когда вам плохо Это люди, про которых мы там В иллюстрированных журналах А лучше в иллюстрированных А в серии там Жизнь замечательных людей Читаем такие вещи, которые говорим Вау, да так можно было жить вообще Да как они там все выжили Это потому, что они располагали Большими, они задействовали Больше ресурсов сознания Но, повторюсь, сейчас это звучит Несколько абстрактно Потому что я не объяснил механизмы А они нам известны То есть можно достаточно точно И понятно объяснить Как именно у нас формируются Эти самые измененные состояния сознания А главное, почему относительно Ничего не измененные Мы достаточно много на сегодняшний день Про это знаем Вот И достаточно широко этим В общем пользуемся В плане психотерапии тоже А почему тогда с расширением сознания Напрямую всегда допинги какие-то связывают? Или это опять же мое Обывательское представление? Ваше обывательское представление Ну вообще это от слова быть Обыватель В нем ничего плохого-то нет Связано по одной простой причине Потому что напоминаю, что мы располагаем Достаточно ограниченным количеством энергии И для того, чтобы научиться Для того, чтобы научиться работать В каком-то сложном другом состоянии В котором не умеют все люди Требуется большой ресурс Для того, чтобы вести эту программу Вам пришлось научиться Как минимум вот сюда говорить А вот там слушать И это, знаете ли, навык Который простому человеку Очень сложно усвоить Уже не говоря про навык Например, спонтанной монологической речи Которую я вам тут демонстрирую Изо всех сил То есть это достаточно сложные навыки Есть обходной маневр Он заключается в том Что если использовать какой-нибудь допинг То можно долго не учиться Ну примерно так же Как можно, наверное, классно играть в футбол Если вам не нужно выходить на поле А вы можете играть в футбольный симулятор Ну или круто быть защитником Родины Если это в игре танчики Но совсем не то же самое в реальности Вот точно так же и с допингом Это создание очень ограниченной среды В котором ты имитируешь себе Это изменение состояния сознания Но на самом деле выйти в реальность С ним нельзя Чтобы выйти в реальность Придется научиться Всем этим вещам по-настоящему Вот Ну ровно по этой причине Например, в подростковом возрасте Очень часто, увы Иногда даже трагически Людям свойственно испытывать Эти границы своего сознания При помощи разных допингов Мы стремимся их от этого уберечь Но это не всегда так просто получается Потому что они учатся, они пытаются научиться Делать это естественным образом Напоминаю Абстрагирование И, соответственно, изменение состояния Глубоко Эта функция факультативная Учатся этому, к сожалению, не все Ровно для этого и социальное сопротивление То есть здесь все абсолютно по-честному Либо ты научился И это у тебя есть Либо ты этому не научился И этого у тебя нет На этой оптимистичной ноте Я должна признаться, что от нашей беседы о сознании Я сейчас упаду без сознания Сергей, спасибо огромное Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!